Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим сразу о двух женщинах-блогерах, а именно о мадам С и о Галине с канала Жизнь на юге Англии. Начнем мы с мадам С, которая в настоящий момент пребывает в растрепанных чувствах и в полной растерянности после того, как ей сделали непристойное предложение. Да, в последнем видео мадам заявила, что получила непристойное предложение. Я снова поднапрягся и подумал, неужели мадам снова позвали в сауну? Неужели эти французские мужики снова зовут ее париться в баню? Но нет, дело еще хуже. Оказывается, какой-то старый приятель, старый друг, некий товарищ из России сделал мадам С непристойное предложение руки и сердца, то есть позвал мадам С замуж. Мадам С не ожидала, мадам С растерялась, и это предложение выбило ее из колеи. Я сразу подумал, уж не Никодимус ли это отец? Снова зашевелился, захотел на старости лет переехать во Францию, все-таки в теплом климате, приятней. И мадам С действительно подтвердила, да, это он. Никодимус, отец, который в свое время не женился на мадам С, а слинял и пошел по рукам от одной женщины к другой, мыкался, и вот на старости лет ему захотелось покоя, ему захотелось семейного тепла и уютного быта под бордой. Я согласен на переезд, заявил он мадам. И мадам, растерявшись, теперь не знает, что делать, ночей не спит, и уже другие кандидаты, которые у нее там были в разработке на сайтах знакомств по боку. Да, что там эти другие кандидаты, говорит мадам С, они все равно ни туда, ни сюда, ни шатка, ни валка, ничего приличного нет. Какие-то нерешительные мужчины, то хочу встретиться, то не хочу, а тут вот сделали конкретное предложение руки и сердца. Это, конечно, интересное кино. Мне бы было интересно послушать, что по этому поводу думает непосредственно дщерь Никодимуса отца, то есть Кристина Никодимус. Как она относится к такому развороту событий? Хочет ли она воссоединить своих родителей, чтобы они на старости лет вместе были, держались за руку и смотрели друг другу в глаза? Ну, с мадам С все понятно, у нее незавершенный гештальт. Да, Никодимус в свое время на мадам не женился, но полностью из жизни мадам он не исчезал. Когда Кристина была маленькая, он появлялся, но и позже уже на старости лет Никодимус захаживал к мадам С как к себе домой на чашку чая. Я думаю, вы все помните эту историю с котенком, когда Никодимус без приглашения завалился в квартиру к мадам С и в качестве подарка преподнес ей котенка. И бедная мадам, переполошившись, не знала, что с этим котенком делать, но вместо того, чтобы вручить этого котенка обратно Никодимусу, она оставила его себе. И бедная Кристина потом из Франции вызванивала отца, кричала на него и требовала, чтобы тот забрал котенка обратно. Вот такие интересные отношения в этой семье. И, естественно, как я уже сказал, с мадам все понятно. У нее незавершенный гештальт, в свое время на ней не женились. И вот она через всю жизнь пронесла эту обиду и, возможно, где-то в глубине души ждала, что настанет тот час, когда она восторжествует. И когда она будет решать, согласна ли она на замужество с Никодимусом или нет. И вот сейчас настал тот момент. И мадам С, несмотря на то, что она растеряна, несмотря на то, что она сейчас пребывает в растрепанных чувствах, она, поджав губки, все-таки сказала с триумфом в глазах, что поступило-то предложение. Да не просто там поехать кататься среди ночи с ветерком, как это было по молодости лет. Помните? И мадам С поверх ночнушки накинула шубу и поехала кататься с Никодимусом по ночной казани. Нет, сейчас-то все по-серьезному. И мадам С будет сейчас думать и решать, согласна ли она на такое воссоединение. Но я так понимаю, что Кристина мечтает о том, чтобы ее родители воссоединились. Это та еще детская наивная мечта. Когда дети по наивности своей фантазируют, что вот если бы их родители не развелись, если бы папа остался, то жизнь бы их сложилась совсем по-другому. Они начинают героизировать этого отца. Он бы их любил, он бы их баловал, он бы их обожал, а он ушел. И вот они всю жизнь проносят эту мечту, эту фантазию в надежде, что они когда-нибудь все-таки это исправят. И отец их полюбит наконец-таки. Скажет им, что он их любит и что он ушел по каким-то другим причинам. Как всегда, это разборки между взрослыми. С детьми не имеет ничего общего. Короче говоря, вполне возможно, что Кристина Никодимус очень даже будет рада привезти отца во Францию, чтобы создать вот эту вот семейную идиллию. Мама с папой наконец-таки воссоединились. И дед наконец-таки познакомится со своими внучками, уже взрослыми, уже сформировавшимися личностями. Я так понимаю, у Кристины довольно-таки сильные, такие стойкие девочки выросли. Они говорят, мама, не переживай, мы сами займемся всеми этими адвокатскими делами. Не расстраивайся. В общем, девушки молодцы, такие растут самостоятельные. И вот приедет дедушка со своей любовью нерастраченной. И, наверное, полюбит этих внучек. И, может быть, именно поэтому Кристина подала заявление на социальное жилье, чтобы подстраховаться на всякий случай. Если приедет еще и папа, там ведь по количеству прописанных дают квадратные метры. То есть, когда вы делаете заявку, вы вписываете количество проживающих на этой территории. То есть, то количество людей, которые въедет в это социальное жилье, заселятся в нем. И, возможно, поэтому сейчас, пока вот девушки ждут это социальное жилье, они хотят подогнать папу, чтобы его тоже туда вписать. В общем, посмотрим, что по этому поводу скажет сама Кристина Никодимус. Но вполне вероятно, что семейство Никодимус хочет таким образом воссоединиться. И папа тоже станет мусье. Будет мусье Эс, как и мадам Эс. И, может быть, даже вместе они будут вести какие-то блоги. Тем более, что папа очень любит славу, любит быть на виду. Папа артист. Папе это все будет очень даже нравиться. Плюс мы не знаем. Может быть, у папы есть какая-то недвижимость в Казани. Возможно, он ее тоже продаст. Мадам Эс уже сказала, заявила практически официально, что она собирается перебираться на ПМЖ во Францию. То есть она будет, скорее всего, распродавать собственность в Казани с тем, чтобы уже полностью обосноваться во Франции. Мы, конечно, не знаем, что конкретно мадам думает по поводу того предложения, которое ей поступило. Но, как я уже сказал, если бы мадам действительно перегорела, и этот Никодимус ей уже до одного места, то она бы, знаете, просто послала ему три буквы, захлопнула бы компьютер или выключила бы телефон и пошла бы дальше разрабатывать своих кандидатов, французов на сайте знакомств. Но мадам-то переполошилась, у мадам сердечко затрепыхало, у мадам бессонные ночи. А это значит, что мадам все-таки не до конца еще перегорела и даже вполне себе допускает вариант переезда Никодимуса во Францию через брак с ней, с мадам Эс. Вот это будет интересно, да, посмотрим мы, как мадам Эс снова станет невестой, а потом женой. Ну, а вообще, я так понимаю, для того, чтобы отвлечься немножко от всего этого, от мужиков, бывших, нынешних и будущих, мадам Эс пошла на шоппинг в бордор с продажи, и мадам Эс не могла упустить такую возможность, поэтому она обновила себе гардероб. Ну, мадам Эс, конечно, подчеркнула, что очень сложно жить на две страны, потому что она, конечно, ходит на шоппинг во Франции, но каждый раз, когда она потом возвращается в Казань, она все эти обновки с собой забирает, а назад уже возвращается без них, поэтому в Казани у нее полно вещей, а тут во Франции практически ничего нет, поэтому мадам Эс сходила на шоппинг и прикупила себе всяких интересных вещичек. Ну, первое – это туника, цвета темный желток, к ней кожаные брюки, ну, искусственная кожа, тем не менее. Брючки на мадам сели идеально, длина идеальная, в общем, мадам довольна. Плюс топик, в котором мадам сидела в видео, а также ветровка черная с подкладкой. Короче говоря, мадам счастлива и довольна, теперь ей нужно просто решиться, будет ли она продолжать искать мужа француза, или все-таки привезет Никодимуса. Все-таки он уже проверенный, мадам Эс уже понимает, что у них там совместимость по каким-то пунктам, и, возможно, как я уже сказал, семья воссоединится, восторжествует семейные ценности, и воцарится семейная идиллия. Бабушка с дедушкой в окружении внучек, и посреди них Кристина Никодимус. Ну, а мы с вами переходим к нашей следующей героине, а именно Галине с юга Англии, которая вчера после долгого перерыва, мы уже стали переживать, выпустила-таки новое видео. И в этом видео Галина объявила, что у нее все хорошо, все прекрасно, они с ее другом путешествуют. Он вывез ее, на день рождения Галины, вывез он ее на родину Шекспира, в город Стратфорд, на Эйвоне. Там была такая красота, такая красота. Галина, конечно, все это снимала, но, к сожалению, у Галины проблемы с оборудованием. Микрофон полетел, стабилизатор полетел, телефон, на который она снимает свои видео, на нем закончилась память, ноутбук тоже барахлит. В общем, Галина осталась без оборудования и ставит нам, зрителям, это в упрек. Вы вообще такие интересные, говорит Галина. Вы ждете все каких-то новых видео, но донаты-то вы не присылаете. Вы вообще понимаете, сколько я, говорит Галина, зарабатываю на этом Ютубе. Максимум 60 фунтов стерлингов в месяц. Присылайте донаты, и будут вам видео. Просмотры это, конечно, хорошо, но и просмотры упали. Заработок ушел, жалуется Галина. Знаете, как сейчас все подорожало? Галина тут начала писать картины, потому что у ее друга намечается день рождения. Она долго думала, что же ему подарить, и поняла, что лучший подарок, конечно же, это тот подарок, который ты сделал своими руками. Галина, недолго думая, взяла несколько уроков рисования на Ютубе и нарисовала картину, пейзаж, зимний пейзаж. К сожалению, нет рамки. И она стала бегать по магазинам, узнавать. Выяснилось, что рамки очень дорогие. Если ты делаешь рамку на заказ, там вообще какие-то баснословные суммы нужно вывалить за эту рамку. А найти в магазине не так-то и просто. В общем, все очень дорого. Просмотры упали. Заработок на Ютубе упал. Ну, вы меня, конечно, извините. Но учитывая то, с какой частотой Галина на своем канале выпускает видео, естественно, она никогда ничего не заработает. Для того, чтобы хоть что-то зарабатывать на Ютубе, вы должны быть очень активны. Как блогеры вы должны выпускать видео хотя бы один раз в день. Хотя бы как-то о себе напоминать. А Галина профукала момент. Был такой хороший момент, когда она познакомилась с этим другом. Она могла бы очень хорошо подняться на этой теме. Если бы она более подробно рассказывала нам что-то о своем друге. Пусть даже бы где-то что-то привирала. Пусть бы что-то где-то приукрашала. Многие блогеры так делают. Но нужно было мусолить эту тему. Рассказывать нам о том, к чем они занимаются. Куда они ездят. Нет, ну, Галина вот в последнем видео сказала нам, что они много путешествуют. Сейчас я еще об этом скажу. Так вот, нужно было эту тему все время поднимать. Записывать видео хотя бы через день, через два. И тогда бы она увидела разницу. И в количестве просмотров, ну, и, естественно, на заработки это, наверное, как-то отразилось бы. Потому что количество просмотров и вообще активность на канале все это влияет и на заработок. Но Галина решила все забросить. Решила наслаждаться своими отношениями. Ей там писали поклонницы, кстати, доброжелатели. Писали ей, Галина, помалкивайте. Счастье любит тишину. Ничего никому не рассказывайте. Никого никому не показывайте. Ну, вот вам и результат. Вы или блогер, или вы кто. Вы должны определиться. Если вы решили действительно уйти в подполье, наслаждаться своей любовью, ездить по каким-то там городам и весям, наслаждаться пейзажами, ну, тогда не нужно обвинять зрителей в том, что упали просмотры. А что там смотреть, разглядывать, если нет новых видео? Старые, что ли, пересматривать? Короче, Галина не совсем логична в своих обвинениях, в своих суждениях. Но это не самое главное. А главное это то, что у Галины все прекрасно. Не переживайте за меня, говорит Галина. У меня все прекрасно. У меня все чин-чинарем. Мы с моим другом путешествуем. Вот были на родине Шекспира. А в феврале мы снова уезжаем в путешествие. Кстати, на день рождения Галины поездка на родину Шекспира это был подарок от ее друга. Он ей устроил вот такой вот романтик. Выезд на родину Шекспира. Не знаю, сходили ли они там где-то, может быть, в театр посмотреть пьесу Шекспира. Было бы очень интересно, если бы Галина нам про это рассказала. Она какую-то галерею картинную показывала. Ну, посмотрим. Выйдет по этому поводу. Обязательно видео. У Галины есть материал. Теперь, в феврале они снова уезжают в путешествие. Галина не сказала куда. Галина не сказала на сколько. Может быть, опять в теплые края. Потому что мы с вами помним, что Галина зимой очень часто любила уезжать в Таиланд. Может быть, он ее вывезет в Таиланд. В общем, посмотрим. Главное это то, что Галина сейчас живет на два дома. Мужчина живет ее на основной части Англии, а Галина у себя на острове. И вот они туда-сюда ездят друг к другу. Галина, как правило, едет просто на пароме, а друг ее там потом встречает на машине. А когда друг к ней приезжает на остров, то он приезжает на машине и на пароме перевозит свою машину, чтобы быть с транспортом уже на острове. Я обратил внимание на то, что Галина по-прежнему называет своего кавалера друг. То есть, я так понимаю, что предложения пока руки и сердца не было. То есть, он пока еще не жених. Но они прекрасно проводят время. Галина полностью погрузилась в искусство. Она превратила свою кухню в арт-студию. То есть, вся кухня у нее завалена красками, кистями. В общем, Галина серьезно занялась рисованием и, наверное, будет продвигаться в этом направлении. Уж не знаю. Может быть, она как бы готовится к тому, как она станет когда-нибудь все-таки официальной женой состоявшегося, состоятельного мужчины. И ей нужно будет какое-то хобби. И я так понимаю, что этим хобби не будет YouTube-канал, а будет именно рисование. В общем, если подводить итог по Галине с канала «Жизнь на юге Англии», то все у нее хорошо, все у нее прекрасно. За исключением, конечно, того, что полетела вся аппаратура и просели заработки на YouTube «Одна надежда на вас», то есть на нас и на наши донаты. А вообще, я, конечно, может быть, в этом что-то не понимаю. Может быть, это не романтично. Но, может быть, вместо этих бесконечных поездок куда-то, тем более, что это ведь не совсем подарок. Мужчина ведь тоже в эти поездки с вами отправляется, и вы его в этих поездках развлекаете. Да, он вас там, конечно, кормит, и это хорошая прибавка к пенсии. Но я вот так подумал, что, может быть, вместо этих поездок попросить у мужчины новый телефон. Если вы уж блогер, вы блогер, для вас это жизненно необходимо. Это ваш хлеб, можно так сказать. Может быть, действительно попросить новый там микрофон, я не знаю, стабилизатор, ну что-то в этом духе. И мужчина поймет, что вы очень ответственная, серьезная женщина. Ваше дело для вас имеет огромное значение. А все эти бесконечные поездки, они ведь все одинаковые. Там только жрачка, выпивка. Это тоже создает определенный образ праздной женщины. Ну, в общем, не нам решать. Пусть Галина сама разбирается. В своей жизни мы же с нетерпением будем ждать новых видео с родины Шекспира и прочих. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему сказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Благодарю всех тех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.